В советское время Надежда тогда Мушта, потом Ализаренко, олимпийская чемпионка 80-го года, в 379 году. Мы много раз вспоминали, и многие спортсмены, которые выигрывали на следующий год, побеждали на каких-то крупных чемпионатах, между прочим. Есть такая вот тенденция, то есть это вот универсиада является таким, как плацдармом. А в следующем году олимпийские игры? Да, то есть вот посмотрим, будем следить за будущим. Ирина Подъеловская выиграла в 1983 году. Прыжок высоту. В секторе для прыжка высоту 2,24, который мы увидели с вами. Цыплаков и Станис преодолели с первой попытки. Также ее взяли Матуш Бубеник из Словакии и Кореец. Вот Кореец. Вудан. 2,20 у него был лучший результат сезона, теперь 2,24. Ну, в общем так, ребята, молодцы, прыгают все упорные. Да, конечно, никто не хочет задаваться. Ну, я имею в виду, вот мы просто говорили, у многих спортсменов лучшие результаты и личные рекорды. В районе 2,26. Ну, в 6, там, ну, условно, Мак. Ну, 2,28 взял представитель Тайпея. Словак Матуш Бубеник. И также берет с первой попытки 2,28. Ну, серьезно. Это же серьезно, уже двое взяли. Вот из тех, кого нам показали, взяли двое. Хотелось бы увидеть Данила Цыплакова. Данил Цыплаков-то 2 неудачные попытки сделал. Вот тебе на. Да. И так же, как и Латыш. То есть, так мы благодушны были на... Вот попытка Данила Цыплакова. Ну, и вот как раз на вот этот критический момент сейчас посмотрим. Конечно, что там, ну, хочется думать, что просто какие-то мелкие технические погрешности он сделал. Ну, сейчас соберется, но продолжает борьбу, конечно, просто теперь ему же надо следующую высоту брать. То есть, поставил себя в нелегкое положение. Ну, вот и его отец и тренер тоже минуты облегчения. Вот. Ну, и третье место в итоге сейчас. Потому что двое взяли с первой попытки. Ну, вот Астанис, который так хорошо прыгал до этого, увы, соревнование завершил. А Матур Бубенек из Словакии 2,28 взял. Шесть человек из 46. Ну, так же, как и у женщин, да, как вы говорили, Сергей. Да. Бежали лучше, быстрее, чем в полуфинале. Ну, кстати говоря, просто у нас было мало времени, но вот у нас страница, точнее, группа ВКонтакте, Евроспорт ИЛА. Она существует, так что сейчас мы тоже будем смотреть. Так что пишите, если что, вопросы какие-то. Вот Алексей Маков задает. Алексей Седых, выступающий за Францию, в метании молотова на владёжной чемпионате дочь Юрия Седыха, Наталья Лисовская. Да, да, это действительно дочь Юрия Седыха, Наталья Лисовская, Наталья Лисовская, Наталья Лисовская. Да, вот она победная попытка Данила Цыплакова. Как радуется его тренер. В трудной, в трудной борьбе. Видимо, вот всё тут сложилось. Усталость от предыдущих стартов, акклиматизация, может быть, и тоже жаркая душная погода. Но сумел он все эти препятствия одолеть и одержал красивую, красивую победу. Даже вот я вижу, 235 он поставил, пока вот в первой попытке не взял. Но, видимо, будет ещё побороться с высотой. Если возьмёт, я надеюсь, что завтра нам точно... Продолжение следует...